Всем привет, друзья! Очень рада, что вы заходите ко мне в гости на канал. И сегодня у нас будет девчачье видео. Поговорим мы с вами о косметике, расскажу о тех товарах, которые я приобрела в недавнем времени. С вами попробуем и я расскажу, понравились они мне или нет. Свой сегодняшний заказ я делала на сайте Дом Природы. И это сайт, где собраны очень интересные косметические продукты, как отечественного производства, так и зарубежного. Я выбрала 4 позиции товаров, которые меня заинтересовали. И давайте подробнее вам о них расскажу. Сразу хочу обратить внимание на упаковку данных продуктов. Мне очень понравилось, смотрится стильно, интересно и красиво. И первое, что я держу в руках, это шампунь для волос. Это натуральный травяной шампунь, который содержит пенющуюся основу растительного происхождения. Не содержит красителей, парабенов, консервантов и силикона, что очень важно для красоты наших волос. Данный шампунь содержит экстракты жасмина и обеспечивает сияние и гладкость волос. И что примечательно, что этот шампунь произведен в Индии, но по крайней мере об этом гласит этикеточка. Основные компоненты данного шампуня – жасмин, арабский жасмин, зеленый чай, арника, брахми, хна и алоэ вера. Масло жасмина полезно для лечения волос. И уникальное сочетание этого масла и ультрафиолетовых фильтров поможет защитить волосы от потери цвета и выпадения. Также этот шампунь оздоравливает и придает объем волосам. Мне шампунь понравился. Действительно, неплохо промывает волосы. Мне остается чувство жирности на волосах, что для меня очень важно. А также все-таки некоторое сияние на моих болезненных волосах появляется. И это действительно плюс. Но, а если у вас волосы практически в идеальном состоянии, то эффект у вас будет намного лучше. По густоте шампунь то, что надо. Он достаточно густой. И количество необходимо совсем чуть-чуть, чтобы промыть, например, среднюю длину волос, как у меня. И еще мне понравился его травянистый аромат, который действительно чем-то напоминает индийские такие нотки. И пользоваться таким же шампунчиком очень приятно. Единственное, да, чуть упаковочкой. Я не любитель откручивать крышечки. Но ничего страшного. Как-нибудь к этому привыкну. Главное, чтобы был эффект на волосах. И из этой же серии, в такой же баночке, только чуток поменьше, посмотрите интересный гель для умывания. В его состав входят масла корицы, масло почули, экстракт мима, васильков, лаванды, солодки, алоэ вера, глицерин, ананас, шафран и куркума. Состав полностью натуральный. Это очень интересно. В последнее время я все больше стала склоняться именно к натуральной косметике. Так как она более благотворно влияет и на волосы, и на кожу. И несет, конечно, в себе намного больше полезных свойств. Гель для умывания от фирмы India Nakhadi из серии корицы и почули имеет противогрибковые и антибактериальные свойства. Корица не только хорошо очищает кожу, но и дарит ей неповторимый аромат на весь день. Почули славится тем, что регенерирует и омолаживает кожу. И после применения этого геля кожа становится невероятно мягкой даже после первого использования. Действительно, этот гель пахнет корицей и мне очень нравится. И по утрам умываться таким гелем это дополнительный заряд энергии, а тем более хороший уход за кожей. По густоте он похож на мед и сам оттенок, посмотрите, такой медовый. Гель действительно мне понравился. Буду с удовольствием продолжать пользоваться. Но окончательное мнение вы, конечно, узнаете в видео о пустых баночках, когда я полностью использую этот бутылок. Еще раз повторюсь, что при использовании этого геля для умывания чувствуется необыкновенный аромат корицы, который бодрит, тонизирует. И вместе с уходом за кожей лица вы еще получаете прекрасную ароматерапию. И еще одно средство для волос. И это кондиционер, ну куда же без него. Но ведь вы прекрасно знаете, что я сейчас нахожусь на этапе восстановления своих замоченных волос. Поэтому все средства, которые могут мне как-то в этом помочь, я покупаю и с удовольствием использую. И написано, что этот кондиционер защищает, улучшает расчесывание и восстанавливает структуру волос. Очень классно, что он подходит для всех типов волос. И в состав данного масла входит минералы мертвого моря, масло ши, которое питает и придает жизненную силу. А также предотвращает ломкость на кончиках волос. Способ использования очень простой. Нанести на влажные волосы я наношу именно на кончики. И не наношу на корни, чтобы не терять дополнительный объем и свежесть волос. Подержать минуты 2-3, а потом смыть просто теплой водой. И вот такая упаковочка с носиком-дозатором мне очень понравилась. Действительно удобно использовать. Надо, чтобы все косметические средства производили вот в таких упаковочках. Это действительно очень удобно. Ну а что мы с вами протестируем в этом видео? Это вот такой порошок-маску для волос. Как же я могла не заказать что-то интересное, чтобы мы с вами могли проверить это видео. И это, цитирую, порошок для волос. Называется он Brin Garage. Вы говорила. Это средство против выпадения волос и поседения. Улучшает кровообращение, обмен веществ, тонизирует, питает кожу головы. Укрепляет волосные луковицы и устраняет сечение волос. Предотвращает раннее поседение и сохраняет естественный цвет. Состав. Молодые соцветия и клипты белой. Способ применения. Развести горячей водой до состояния густой кашицы. Остудить до комнатной температуры. Нанести на корни волос. По всей длине надеть шапочку для душа. Утеплить это все полотенчиком. И смыть через 1 час. В принципе, подобными продуктами мы с вами пользовались. Заваривали. И на таком же подобии готовится уктан. И давайте пробовать. Смотрите, какой же эффект окажет вот этот порошочек моим волосам. Я тщательно распределяла по всей коже головы. Старалась не пропускать никаких участков. Маска густоватая получилась. Поэтому ложилась хорошо и практически не текла. Имела она по запаху определенный травянистый аромат. Он был приятный, не противный. Вот так распределяла все по голове тщательно. А потом прошлась слегка расческой. Чтобы окончательно распределить всю эту массу по голове. Дополнительно на кончики волос нанесла уходовое масло. И потом закрутила все в пучочек. Надела шапочку. И оставила маску для воздействия на 1 час. После чего смыла. Ну что, друзья. Вот и подошел к концу наш тест-обзор. Надеюсь, вам это видео понравилось. И если вас заинтересовали эти косметические средства, то на всякий случай ссылочку на сайт, а также ссылочки на эти позиции я оставлю внизу в описании. Если вдруг вас что-то заинтересовало, чтобы вы без усилий могли это найти. Там, кстати, очень много и других товаров. Так что переходите, смотрите. Думаю, может что-то вам приклянется. Ну а на сегодня это все. Спасибо вам за внимание. До скорых встреч. И пока-пока. 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 Субтитры сделал DimaTorzok